всем привет это добрые новости здесь мы легко и с удовольствием говорим о том что произошло в беларуси и с белорусами за прошедшую неделю но по каким-то причинам не попала в главные заголовки новостей неделю нужно начинать с хороших новостей поехали и первая новость пришла к нам из польши в столице польши белорус в одиночку пытался подтолкнуть застрявший городской автобус сюжет был снят или оператором канала и буквально через несколько часов стал супер популярным в социальных сетях об этом рассказал польский журналист который вел репортаж заснеженных улиц варшавы он присоединился к отчаянному белорусу не выпуская из рук микрофона и молодые люди вместе запустили таки транспортное средство во время спасения автобуса между мужчинами произошел любопытный диалог я не мовлю по-польски я белорус давай разом сказал белорус на что польский репортер посмотрел и усомнился в действиях белоруса на что белорус ответил в россии самолет толкали что мы автобус не вытолкаем и они вместе вытолкали и все-таки транспортное средство позже стало известно что белорусского супермена зовут дмитрий сала губ который приехал из минска в европу попробовать себя после того как отзывчиво белоруса показали по польскому телевидению ему стали поступать предложения о помощи и например языковая школа polish for беларусь предложила бесплатное обучение польскому языку это по моему замечательная новость самое интересное что автобусе кроме него были еще люди и никто не вышел помочь самое интересное что в россии толкает самолеты в польше он толкает автобусы белоруссии мог бы конечно столкнуть с трона красиво а давайте попросим у дмитрия салагубов вернуться все-таки домой на родину и попробовать подтолкнуть того кто очень сильно застрял нас не на своем месте не на своем месте продолжаем тему супер белорусов жители жодина увидели спортсмена на проспекте революции который в трусах кроссовках и шапки бежал по морозному борисову как утверждает очевидец бежал он спортивно не быстро и с удовольствием видео вот можете посмотреть интересно вот пока он пока он бегал был был слышен звон колокольчиков или нет по случаю все белорусские сходки на здании бобруйского горисполкома вывесили огромный красно-зеленый флаг но как заметили читатели тут бай что-то в нем не так же ты знаешь что в нем не так но он не той стороной висит правильно потому что по статье по 5 статье закона при размещении государственного флага республики беларусь в горизонтальном держателе красная полоса полотнище должна находиться с левой стороны если стать лицом к нему самое грустное наверное что на этот флаг потратили буквально около четырех с половиной тысяч рублей бюджетных денег не вопрос их посадят за этот флаг или нет что неправильно другая сна символикой тут важно важно донести месседж если эти новости смотрит кто-нибудь из прокуратуры знаете значит борисове наши люди потому что перевернутый флаг это просьба о помощи минчанка вернувшись из италии после долгосрочной волонтерской программы пытается открыть в столице верми компостер простым языком кафе для червей верми компост это удобрение которое делают дождевые черви из органических отходов то есть она была в италии волонтерила по экопрограмме и в европе это уже модно когда рядом с мусс с мусорными контейнерами бумага стекло бытовые отходы ставят еще для кого верми компосты да верми компосты это для био отходов потому что они когда гниют истощают очень вредные газы ворши правоохранителей задержали на улице 18 летнего парня с ведром на свая по моему есть древняя белорусская примета что если ты идешь по улице с ведром на свая это к беде рубрика шедевры белорусского креатива в центре бреста появилась инсталляция по случаю дня всех влюбленных мэр бреста прокомментировал так даже в такие холодные дни хочется тепла и улыбок мороз снег и ветер не помешали установить праздничную инсталляцию виде сердца на перекрестке бульвара космонавтов и проспекта машерова по моему получилась неплохая фотозона а как вам спрашивает мэр мне все нравится особенно то что находится под баннером макдака и одобрена экспертами написано под наггетсами поэтому если у вас есть ваши любимые приходите присаживайтесь за на на стулья и фотографируйтесь фитьковичах на пешеходном переходе прямо на глазах у инспекторов гаи не устоял на ногах нетрезвый местный житель и с лопатой в руках переползал дорогу как выяснилось мужчина неподалеку расчищал снег затем чтобы согреться употребил спиртное но немного переборщил белорусские донателло в целости и сохранности доставлен домой если ты пьяный с лопатой попадаешь на дорогу то это не считается перекрытием трассы да и не попадаешь под статью а если ты трезво это делаешь просто переходишь даже по пешеходному переходу неугодных цветах одежда у тебя то ты можешь съесть но в данном случае цвет угодный синий пенчанка маргарита шла на день рождения к внуку это очень грустная история но с хорошим концом торт купила заранее а сок решила купить в магазине по соседству западным микрорайон выйдя из магазина счастливая бабушка направилась на праздник внука примерно через четыре пять метров от входа подскользнулась на льду поцарапала руку и торт смятку расстроившись женщина вернулась магазин где покупала соки рассказала свою грустную историю добрый администратор посоветовался заведующим магазина и они решили подарить женщине новый торт хотя прежний был куплен совсем другом магазине чтобы не испортить внуку праздник вот это поступок настоящих правильных белорусов и считаю в реестр опасной продукции запрещенной к ввозу и обращению на территории беларуси попала детская раскраска российского производства спасатели мчс называется раскраска серии спецназ вот вы можете видеть картинку официально официально эта продукция опасно своей некачественной и слишком тонкой бумагой и не совсем из-за шлемов шлемов да да нет 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 это только причина в бумаге как сказала одна умная женщина дебилы два месяца назад мозорская пенсионерка раиса куликова зарегистрировалась в тик ток и сегодня у нее уже девять с половиной тысяч подписчиков а ее видео набрали более 180 тысяч лайков кстати тик ток раисы раиса нижнее подчеркивание киса на виду у тысяч подписчиков раиса павловна поет танцует хоть по магазинам готовит блюда встречаясь с подружками и называет себя барби на пенсии и обещает что как только наберет 100 тысяч подписчиков обязательно поедет в дубай это замечательная новость поэтому если вы найдете раису в тик токе если вы там случайно зарегистрированы обязательно подпишитесь на раису давайте сделаем так чтобы к лету все-таки раиса побывала в дубае и сняла бы еще несколько десятков новых роликов 14-летний школьник из мастовского района создал копию гальшанского замка в майнкрафт на виртуальную реконструкцию замка андрей потратил 16 часов по словам 14-летнего 14-летнего андрея на такое увлекательное хобби потолкнул его школьный предмет история беларуси на сегодняшний день на счету андрея уже построено несколько гродненских костелов в том числе и фарный большая хоральная синагога здание гродненского облисполкома и горы из полкома сложные слова мне как литовцы очень сложно их выговаривать у нас все просто здание министерство все вместе с площадью ленина а еще лицкий замок и улица карла маркса в областном центре по моему это очень хорошее хобби когда совмещают какие-то как многим кажется бестолковые действия игры и просто просиживание времени впустую на такое хорошее и приятное дело в гродно с начала февраля молодая мама анастасия недавно вышедшая из декрета начала развешивать в центре города пакеты в каждом из которых лежат продукты и кусок мыла на каждый пакет девушка прикрепляет записку где написано что продуктовым набором могут воспользоваться те кому сейчас нужна помощь по словам анастасии фильм ночлежка российского журналиста ильи варламова вдохновил ее помогать нуждающимся вот анастасия по моему очень хороший добрый человек побольше таких людей которые помогали бы другим белорусам в трудное время сейчас многим нелегко хоть чем-то хоть просто прогулками или или какими-то добрыми фразами поэтому анастасия держитесь мы с вами в этом году в минске как никогда наблюдается огромное количество снегирей специалисты утверждают что это из-за суровой зимы а мне хочется верить что из-за их прекрасного раскраса и что они тоже не безразличны к всему тому что происходит в беларуси вышли на улице а точнее прилетели на улице больших городов на этом все это были добрые новости подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии присылайте свои добрые новости если у вас какие то есть описание и почта куда нужно слать все внизу это был андрей марков и добрые новости до следующего понедельника пока а а а а а а а а а Продолжение следует...